Вполне логично, когда производитель устраивает многосерийную премьеру действительно новой машины. Дескать, пускай публика сначала посмакует нюансы дизайна, затем обсудит особенности техники, а в финале оценит журналистские опусы по итогам тестов. Тем удивительнее, что АвтоВАЗ, презентуя слегка обновлённую Весту, тоже решил воспользоваться такой схемой. Во время церемонии запуска производства публике показали только внешность, а вот новый интерьер оказался скрыт за тонированными стёклами кросс-универсала. Итак, кузовное железо почти прежнее. Единственной новой деталью оказалась крышка багажника. Фары и фонари сменили начинку, став светодиодными, хотя базовым версиям будут положены обычные галогенки. Из-за других бамперов чисто символически выросла длина машин. Кстати, кросс-версии седана и универсала наконец получили собственный вариант пластикового обвеса с крупными ячейками решётки радиатора. Выглядит всё это неплохо, но на седьмом году производства Весты мы, честно говоря, ждали большего. И уж совсем забавно, что пресс-релиз Лады озаглавлен новое поколение флагмана. Впрочем, есть надежда, что салон удивит своим наполнением. Также вазовцы обещают более современную электронику, но подробности обещаны позднее, во второй серии автоновеллы. Обновить Весту до конца календарной зимы удалось в том числе и благодаря одному важному событию. АвтоВАЗ наконец нашёл новых поставщиков, что будут отгружать электронные компоненты. Об этом заводчанам официально сказали боссы автогиганта. В минувшем году из-за нерасторопности фирмы Бош, ВАЗ недовыпустил порядка 110 тысяч машин. Так, конвейер, где делают гранты, больше стоял, чем работал. Также сбои преследовали сборку Ларгусов и Иксреев. В ближайшие недели поставки чипов от новых партнёров вернут сборочным линиям утраченный был ритм. Да что там, в Тольятти и Ижевске даже ведут рабочие субботы, чтобы буквально затоварить дилеров автомобилями. Правда, полностью победить дефицит товарной продукции удастся не раньше апреля. Но если это действительно получится, марка Лада снимет максимум рыночных сливок.